Приготовьтесь. Текст. И время у нас пошло. Ровно одна минута. Пол минуты прошло. И стоп. Прошла ровно минута. Вот смотрите, не все в жизни идеально, да, вот очень много отвлечений у нас в жизни. И, конечно же, сразу я вам давать вопросы не буду. Мы сейчас сделаем небольшое отвлечение и потом посмотрим, что в голове осталось. Для этого мы сделаем несколько упражнений, очень полезных встать в упражнении. Значит, что мы делаем? Мы с вами сейчас энергично растираем ладошки, сделаем упражнение для синхронизации полушарий. То есть очень полезное для мутка. Ладошки у нас теплыми становятся. Потом делаем такие легкие, растирающие движения ушей. Немножко так вот вверх и назад подтягиваем. Потом легкий массаж головы делаем. Пусть голова у нас... Нам важна именно долговременная память, а не кратковременная. И упражнение. Теперь у нас вот одной рукой мы делаем кулак, а другой в ладонь. И меняем. Стараемся не путаться. Вверху у нас кулачок. И к нему ладошка приставляется. На первый взгляд, простое упражнение. На второй не очень простое. Если получается легко, можем ускоряться. В общем, смотрим по обстоятельствам. Потом упражнение. Одной рукой мы беремся за нос, а второй скрещенной рукой за ухо. И стараемся поменять. Делаем это аккуратно, чтобы у вас глаза не пострадали. Руки все время скрещены. Так. Добавляем хлопочек. Так. Хорошо. Одной рукой показываем, что у нас все здорово. А тем, кто не верит, мы показываем вот такую вот фигу. И меняем. Или два окей, или две фиги. Так. Также добавим хлопок. Можно помедленнее. Вот смотрите, как получается. Ну и такой вот. Одной рукой мы отдаем честь, а второй показываем, что у нас все здорово. Упражнение нейрокинезиологические для развития мозга. Так что очень полезные. Так. Хорошо. Такое у нас было отвлечение с вами. И сейчас нужно будет ответить на вопросы. Смотрите, вот желательно ответить письменно все-таки. Потому что, когда это написано, уже понимаете к себе никаких вопросов. И стараемся ответить. Ну, смотрите, кто прочитал весь до конца текст, отвечает на все вопросы. А так смотрим уже по возможности. Кто сколько успел прочитать. Ну что, как успехи? Мучаем себя дальше? Или все-таки уже смотрим ответы? Смотрим ответы. Смотрим ответы, да, что получилось. Значит, на первый вопрос. Если ответили правильно, ставим себе за каждый правильный ответ 20 баллов. Если чуть-чуть правильно, чуть-чуть неправильно, скажем так, 50-50, тогда ставим себе 10 баллов. Если неправильно или не ответили, тогда, конечно, 0 баллов. Для себя определяемся, что на данный момент вот такая ситуация, вот такой вот результат. Вот смотрите, все время, когда начинаем заниматься скорочтением, говорю, что это первоначальная точка, с которой мы стартуем, собственно говоря. И тут нет повода для печали, ну и особо радоваться нечему. Да, вот как бы говорим, что вот пока вот так. Вот. А дальше мы работаем для того, чтобы наша скорость росла. Вот я как бы резюмирую немножко. Вот смотрите, реалии таковы, что каждый из вас определился, да, вот на какой циферке он прочитал. Полностью текст, он где-то порядка полторы тысячи знаков. Что это значит? Вот смотрите, для взрослых мы считаем знаков, а для детей слова. Для детей это более объективная картинка. Но, опять же, детские тексты, они более простые и слова более короткие. Мы взрослые, да, читаем разные тексты, и у нас слова могут быть какие угодно. И более правильно считать все-таки в буковках, в знаках. Вот. Среднее вот количество вот знаков, вот слово примерно где-то 6, получается, знаков, слово в среднем. И вот получается, если вы успели прочитать, вот примерно там до 600 дошли, то это порядка 100 слов. Ну и, соответственно, вот посчитать можно, где вот примерно вы остановились. Реалии таковы. Вот. Скорость чтения взрослого человека, который не тренировал никогда скорочтение, ну вот, скажем так, просто решил этим заниматься, равна скорости младшего школьника. Это вот статистика, она неумолима. Получается так, что до 4 класса дети активно тренируют технику чтения. Есть такой предмет, как чтение. Постоянно идет тестирование. В общем, детей учат, как правильно читать. И получается так, что детей научили читать пословно, до определенной скорости доросли. Вот скорость после 4 класса на пятерку, скажем так, 120 слов в минуту. И очень часто взрослые на вот этой вот циферке так вот и зависают. Вот так и получается. Примерно 120-150 слов скорость взрослого человека, ну вот если перевести это в знаки, ну порядка 600-800 знаков. Вот в среднем читает взрослый человек. Не тренирован. Можно, опять же, с тренировками эту цифру поднять до желаемых размеров. Главное... Какая цифра у нас заканчивается? Какой цифра? 1400. Да. Ну вот порядка там тысяч... Да, да. Что вот для нетренированного даже вот дочитать вот за минуту этот текст нереально, скажем так, вот. Ну для себя определились, увидели, на какой вы отметочке остановились. Вот. Это ваша точечка, а от нее уже можно плясать и делать результаты желанными. С чего мы с вами начнем? Вот смотрите, при скорочтении основная нагрузка у нас ложится все-таки вот на глазные мышцы. Именно глаза воспринимают текст. И на начальном этапе, опять же, когда у нас идет интенсивная тренировка, глаза, естественно, на начальном этапе, они будут уставаться. Потом, когда вот немножко вот потренируетесь, примерно где-то неделя пройдет после интенсивных тренировок, потом вы вот с благодарностью будете отмечать, что глаза, наоборот, вот при таком быстром чтении, наоборот, отдыхают. Но на начальном этапе вот нагрузка, она ощущается. И в полной мере, в полной мере ощутить, ощутить в таком состоянии ваши глазные мышцы можно с помощью простого теста. Вот смотрите, этот тест можно делать стоя, можно сидя, но стоя вы лучше прочувствуете. Так что сейчас пожелаю, кто вот хочет прям прочувствовать этот тест, встаньте, будем делать упражнения. Кто вот пока по каким-то причинам не хочет, то можно сидя делать. Тут смотрите, пожелание. Значит, что мы делаем? Вот хотите просто почувствуйте, да, только просто аккуратно. Если стоим как бы так вот аккуратно, потому что может немножко голова окружиться, штормить может немножко, тут вот как бы чтобы в пределах, скажем так, стола были. Значит, что мы делаем? Мы смотрим прямо, у нас руки опущены вдоль тела, и начинаем делать такие упражнения. Значит, отводим максимально глаза вправо, максимально влево, и быстро пять раз влево-вправо, влево-вправо глазами поводили. Так, максимально вверх, максимально вниз, и также вверх-вниз, вверх-вниз поводили. По диагонали, вверх-вправо, вниз-влево, и по диагонали вверх-вниз, вверх-вниз поводили. В другую теперь сторону по диагонали влево-вверх, вправо-вниз, и также вверх-вниз, вверх-вниз. Вот сейчас как ощущения? Вот чувствуется. Да, глаза вот есть. Хорошо, присаживайтесь. И вот сейчас мы продолжим делать упражнения. Тут для себя определили, что вот, да, вот на глаза нагрузка есть, и что делать? Вот смотрите, четких таких указаний, что делай раз, делай два, какие-то упражнения нет. Просто по возможности мы должны снимать нагрузку с глаз, и по возможности делать комфортные для себя упражнения, которые будут такой небольшой нагрузкой впечатлений. Значит, для того, чтобы расслабить, что мы можем делать? Мы можем, опять же, растереть ладошки, сделать такие вот легкие похлопывающие движения вокруг глаз и по самому веку. Потом можем сильно-сильно зажмурить глаза и широко распахиваем. Опять же, зажмурили, распахнули, зажмурили, распахнули. Можно быстро-быстро поморгать. Так. Это вот такое упражнение, которое снимает нагрузку. Для тренировки, опять же, вот то, что мы делали вначале, можно это делать с закрытыми, можно с открытыми глазами. Мы вправо-влево, вверх-вниз, по диагонали работаем. Можно по кругу работать в одну сторону, в другую сторону. Можно делать это восьмеркой, квадратом можно делать. И вот, смотрите, вот последний у нас такой вот значок, где мы делаем по кругу, по большому, и потом приходим в точку. Также можно делать вот такую вот, называется, тренировка аккомодации. Когда мы вперед вытягиваем руку, подносим максимально близко, ну, примерно 10 сантиметров глаза. Где-то вот на счет 5 смотрим. Ну, про себя раз, два, три, четыре, пять посчитали. Отводим на вытянутую руку. Опять же, до пяти досчитали. Опять же, подносим близко. Далеко. И вот тоже идет тренировка глазных мышц. Надо смотреть, да? Да, мы на ноготь смотрим, да. Опять же, все делаем по комфорту, чтобы у нас глаза в максимальном комфорте. Потому что и так вот идет нагрузка на глаза. Так что комфортно, и чтобы у нас излишней напряженности не было. Делать, когда лучше, все вот эти упражнения для развития глазных мышц. Мы можем делать перечтение. Потом после чтения, опять же, вот расслабление тоже делать. Все вот эти вот манипуляции с глазами, вот эти упражнения, которые мы отвлекающими делали, вот с руками. Потому что считается, что у нас и глаза, и руки, как идет продолжение мозга нашего, мы воздействуем на мозговую активность. Нежелательно такие упражнения делать вечером. Потому что они очень бодрят, веселят. И есть вероятность, что вы долго не будете спать. Потому что идет взаимодействие вот непосредственно на мозг. Так что если не предполагается какая-то мозговая активность, вот там думать вы не собираетесь, что-то такое делать, то лучше на вечер не делать. Потому что долго не будете хотеть спать. Так. Сегодня я вам хотела рассказать несколько методов, которые мы тренируем. Усиленно, конечно, это все тренируется на длительном курсе. Но вот сегодня я хочу тоже показать вам, показать, как это работает. И, возможно, вы начнете тренировки уже самостоятельно сегодня, дома. Первый метод, который очень сильный, называется ритмичное восприятие информации. На начальном этапе, вот смотрите, для чего мы глазные мышцы тренируем. Для того, чтобы у нас они не уставали. Это раз. А еще для того, чтобы мы могли больше видеть слов за одну фиксацию. Что это значит? Вот смотрите, дети, когда учатся читать, они сначала буковки учат, потом учатся по слогам читать, потом словами читают. И очень часто на этом этапе человек зависает. Наша задача – уметь читать не пословно, а хотя бы по-фразово. И для того, чтобы глаза это видели, опять же, мы тренируем глаза. Чтобы мы умели за одну фиксацию видеть несколько слов и понимать, что там написано. За счет сокращения количества остановок на строчке у нас будет расти скорость чтения. Вот у нас такая иллюзия, когда мы читаем, что мы плавненько скользим, скользим по строчке. На самом деле все далеко не так. У нас идет остановка практически на каждом слове. У нетренированного читателя в лучшем случае два слова «человек-бег» видит. А так вот на каждое слово идет остановка. Наша задача – делать как можно меньше остановок на строчке и впоследствии прийти к одной фиксации на строке. То есть учиться читать вертикально тексты. Когда у нас книжка не очень широкая строка, это вполне реально. 5-6 слов на строке можно за одну фиксацию видеть и таким образом читать текст вертикально. Есть вот примерно 5-6 слов на строчке. На начальном этапе, значит, что мы делаем? Мы условно смотрим на строчку и делим ее на три, например, фиксации. В эту фиксацию у нас может попадать примерно 2-3 слова. Мы смотрим на эти 2-3 слова и стараемся понять, что там написано. Потом стараемся делать две фиксации на строчке. И потом впоследствии переходим, если не сильно широкая строка, на одну фиксацию. Помогает нам в этом методе в отработке метроном. Метроном решает несколько задач. Он задает нам ритм. И мы с помощью этого метода также избавляемся от вредной привычки, когда мы при чтении совершаем регрессии. Ну, я думаю, каждый из вас, многие замечали, что читайте, читайте, где-то что-то стало непонятно, вернулись назад. Потом опять вперед, потом опять назад. Ну, в общем, такое вот чтение, вперед-назад, вперед-назад, оно многократное одно и то же прочтение. Естественно, оно тормозит. Чтение, но опять же, кучу проблем нам создает с запоминанием текста. И вот этот метод, он не дает нам возвращаться назад. Значит, что мы делаем? Смотрите, у нас для отработки этого метода должен быть скачен метроном. Вот я пользуюсь, например, вот этим метрономомом, который перед вами. Метроном лиц называется. Ну, это не суть. Смотрите, можно скачать какой угодно метроном. Есть, да, есть я и в... Да, и для андроида, и для Эппла. Есть. Начинаем мы тренировки с 70 ударов. То есть это примерно вот так звучит у нас. Под такой ритм наша задача будет перемещаться по строчке. Конечно, на начальном этапе при отработке этого метода это страшно неудобно. Это будет нервировать. Вообще непонятно, для чего это делать. Но вот тут, понимаете, надо понимать, что мы учимся читать по-другому. Каждый из вас уже не один десяток лет читает определенным способом по-своему. И тут, конечно, знаете, научиться вот поломать вот это, скажем так, такое чтение. Тут, да, надо вот с этим смириться, что вот на начальном этапе мы будем работать вот так. И вот смотрите, сейчас я включу текст. Ну, допустим, у нас достаточно широкая строка. Мы условно ее поделили на три фиксации. И для удобства я нарисовала здесь вот такие вот арбекальные красные линии. Можно фиксироваться вот примерно на них. Примерно на них. Я сейчас включу метроном в 70 ударов. Попробуйте перемещаться по вот этой вот красной линии. Получается, три остановки делать на строчечке. И понимать примерно вот что написано в этом тексте. Попробуйте, потренируйтесь. И потом мы с вами обсудим, как у кого получается. Субтитры делал DimaTorzok Так, как успехи? Поделите, что получилось. Смотрите, задача вот как бы охватить вот этот участок, допустим, и стараться, да, вот как бы глаз бросаем сюда, а стараемся видеть как можно больше одновременно слов. Вот такая задача. И стараемся, опять же, ритмично этот ритм задавать, то есть под ритм перемещаться. На начальном этапе это построчечно, нет, мы двигаемся по строчке, просто перемещаем взгляд, ну вот примерно это на линии. У кого получилось хотя бы примерно? Поделитесь, не молчите. Ну, так можно, похоже, что-то сделать, но тогда понимание как-то пишется. На начальном этапе однозначно, да, когда начинаем изучать скорочтение, понимание будет снижаться. Это первый этап. Тут себе, знаете, тоже поддержку даем, потому что вот нужно по-другому. Сначала техника, качество потом подтягиваем. На начальном этапе понимание может быть колебаться в пределах 20-30%, и это будет нормально, потому что нужно делать немножко по-другому. Техника важнее. Если мы читаем, и у нас понимание прям вообще отличное, значит, мы что-то делаем неправильно. Это вот сразу сигнал. Вот до конца, в принципе, непонятно. Мы читаем обычно слева направо. Да. А все-таки здесь вот до конца не ясно, что значит блоками. Смотрите. А мы будем как-то просто фиксировать время, чтобы когда мы читаем, понятно, мы читаем. А здесь вот до конца не ясно. И метрономия не понимает ничего. Смотрите. Спасибо вот за вопрос. Сейчас объясняю. Значит, как у нас сейчас идет чтение? В основном каждый человек читает пословно. Вот, допустим, на строчке 8 слов. На каждом слове идет остановка. Вот представьте, вот скорость какая. Потому что вот останавливаемся практически. Даже это незаметно нашему глазу. Ну вот скорость, если маленькая, то пословно и читаем. Потому что если будем немножко как бы ускоряться, есть, опять же, страх, боязнь, что мы что-то не поймем, не поймем. Наша задача за вот одну остановочку читать не одно слово для начала, хотя бы два или три. Вот смотреть на них и понимать, что там написано. Не просто, понимаете, как будет смотреть, а смотреть и понимать. Не пословно, а по два, а по три слова. И это да, реально, вполне фразами. Потому что когда у нас идет пословное чтение, потом вот эти вот слова мы еще до кучки должны собрать, чтобы понять смысл. Когда пофразово читаем, у нас смысл сразу складывается в определенную конструкцию, и качество неизменно растет. Потом, вот задача такая, что мы переходим на вертикальное чтение. Так, еще какие вопросы? У меня получалось читать по два, по три слова сразу, но все равно я как бы двигался по горизонтали. То есть у меня не получалось вертикально читать. Конечно, а тут сейчас мы по горизонтали однозначно идем. Здесь пока, да. Тут у нас, смотрите, вертикально не получается, потому что слов на строчке много, да. Просто вот стараться не пословно, а вот такими вот уже словосочетаниями идем. Так, еще у кого как? Как я понял, если плохо не вот так почитать, даже с строчкой, то со временем, то есть понимание текста, оно улучшается. Однозначно, да. Смотрите, это самый первый метод, который изучаем. Методов на самом деле несколько, и все по-своему дают свои результаты. Опять же, потом, когда вы знаете и такой, и вот такой, и еще какой-то, вот, вы вправе выбирать, что вот этот у меня идет хорошо, я понимаю, как с помощью этого метода читать. И просто потом под разные задачи, под разные тексты можете выбирать то, что работает именно у вас лучше. Вот. Именно конкретно этот метод работает замечательно. С помощью этого метода можно читать тексты различного уровня сложности, документы, договора, в общем, что угодно. Различную литературу, сложную и простую. Работает он очень хорошо. Но на начальном этапе, пока идет освоение, пока непонятно, может, вот, пока быть, вот, все не как бы не так, как нужно казаться. Такой вот метод. И зарекомендовал он себя очень хорошо и очень хорошо работает. И еще есть один метод, который мы сегодня с вами рассмотрим. Называется чтение с ускорением. У нас для тренировки этого метода должен быть какой-то вспомогательный предмет, который мы называем шторочка. Это может быть лист бумаги, это может быть линейка, это можно даже ручку использовать, либо карандаш. Не важно, что это будет. Задача следующая. Мы берем текст и этим предметом ведем сверху вниз и задаем скорость чтения. Вот этим предметом мы закрываем уже прочитанный текст. Тут тоже мы решаем несколько задач с помощью этого метода. С одной стороны мы задаем скорость и увеличиваем ее, а с другой стороны мы избавляемся, опять же, от регрессии. Мы не подсматриваем, что там было у нас вверху и, опять же, не читаем несколько раз одно и то же. Таким образом мы задаем скорость, увеличиваем и также получаем хорошие результаты. Но вот смотрите, тут как бы нет возможности нам потренировать этот способ. Дома попробуйте, потренируйте. Любой предмет, желательно линейку. На самом деле она лучше работает. Берете книжку и таким образом сверху вниз ведете и старайтесь не останавливать. Знаете, вот как вот читаешь-читаешь, потом раз что-то завис, ага, посмотрел там. В общем, она должна идти с определенной скоростью, не останавливаться. Линейка, либо шторка. И таким образом вы задаете скорость и настраиваете свой мозг, что читаем только вперед и должны успевать во время движения шторки понять, прочитать и успеть заметить, что там написано. Есть вопросы по этому методу? Следующий слайд сейчас открою. Мы с вами потренируем внимание. Внимание – очень важный момент, правильно, при запоминании текста. Если во время чтения мы летаем где-то в облаках, то ни о каком запоминании речи быть не может. Потому что мы можем параллельно думать о том, что нам нужно сделать, опять же, куда нам сходить, что не забыть. То есть, естественно, мы в своих мыслях пребываем и запоминать в такой момент никак не получается. Вниманием очень много мы занимаемся на тренинге. И я считаю, что внимание – это фундамент нашей памяти. Без внимания говорить о хорошем запоминании никак не получается. Значит, сейчас перед вами будет текст. И мы с вами потренируем такое свойство внимания, как избыточность внимания. Перед вами будет текст. И ваша задача – прочитать его и посчитать одновременно, сколько в этом тексте встречалась буква «Ж». Вы не загибаете ни пальцы, нигде не фиксируете. Вот эти два процесса вы делать должны параллельно. Я тут не задаю скорость. Здесь вот на скорость не работаем. Тут читаем со своим темпом. Но вот как бы прочитать и параллельно посчитать. И потом посмотрим, у кого что получилось. Задача ясна, да? Стараемся читать один раз. Не возвращаемся. Да. Шесть, девять, восемь. Так, сейчас. Еще? Семь. Так, семь. Ну, давайте, считаем. Две первая. Восемь. Кто девятую где нашел? Нет. Решение на разы. Лишнее точно? Девятый нет? Нет. Смотрите, вот это вот упражнение, оно как бы такое утрированное, скажем так. Но тем не менее, вот с помощью этого упражнения решаются следующие задачи. Когда мы читаем, например, текст, и нам нужно срочно выбрать ключевые моменты в тексте. Выделить какую-то главную мысль. По ходу тренинга, конечно, такие упражнения мы делаем, опять же, такие, другие. Но вот решает, оно вот конкретно уже практическую ценность имеет, чтобы находить нужную информацию в тексте. Ну, вот в данном случае это вот была тренировка, чтобы найти буковку «Ж». Ну, давайте теперь все-таки ответим на вопрос. Так, мнения разделились. Джекоб, Саншульс. Сейчас вернемся к тексту. Так, значит, первый вопрос. Кто за Джекобсона? Так, кто за Шульца? Так, хорошо. Второй вопрос. К чему приводит факт мышечного расслабления? К релаксации. К релаксации. Кто за? Все. Так, возвращаю. Шульц у нас, вот смотрите, в скобочках. Шульц, автор аутогенной тренировки. Примечание автора. Ну, это не аутогенная тренировка. Это подобная, но не она. Вот. И, да, к релаксации правильно приводит. Так. Вот такая тренировка. Да, и вот смотрите, да, очень часто во время чтения, да, мы можем пребывать где угодно, но вот очень часто не на самом тексте. Мысли же это считать, в общем-то, не текст. Так, хорошо. Какие вопросы? Смотрите, мы так быстро пролетели. Я не знаю, подключился ли у меня вебинар, честно говоря, я никого не вижу. Какие вопросы? Вот смотрите, сейчас нет возможности, да, вот показать все упражнения, которые проходят на длительном курсе. Ну, вот маленькую толику я вам сегодня показала. Всего два метода показала. Это далеко не все, но, скажем так, это начальные методы, с которыми начинаем работать. Значит, на тренинге длительном, как происходит у нас обучение. На начальном этапе у нас большой тест. Вы читаете его с привычной скоростью и столько, сколько вам нужно на прочтение большого текста. Потом отвечаете на полноценные вопросы. Смотрим, что получилось. Опять же, это уже стартовая позиция. Вот. Потом начинаем выполнять различные упражнения. Работаем на текстах и разного уровня сложности. Опять же, разные тексты там и по фактам, и с циферками, и, опять же, со сложными названиями. По ширине тексты тоже различные у нас. И узенькие колоночки, и широкие, и очень широкие. Разные методы применяем, чтобы у вас была четкая картина, как вот с разными текстами по-разному работать. Отдельно у нас идет блок внимания. Очень много упражнений на внимание, чтобы по ходу чтения у нас важная информация не терялась. И, конечно же, методы рассматриваем по развитию памяти, чтобы у нас, опять же, качество было на уровне примерно, скажем так, 80-100%. Потому что некоторые тексты вполне возможно выхватывать все ключевые моменты, чтобы вы понимали вот все, что нужно. Работаем еще плюс из художественной литературы. Тоже читаем именно на тренинге, чтобы вы видели, как можно читать даже художественную литературу. У очень многих вопросы сразу возникают, что вот, ну как же, я же хочу наслаждаться. Вот, тут отвечаю сразу, предвосхищаю этот вопрос, говорю следующее. Коллега моя любит говорить так, что если ты научился кататься на велосипеде, ты не разучился ходить пешком. Если есть желание наслаждаться слогом автора, прям каждое словечко читать, никто не запрещает. В любом случае при отработке метода вы автоматом будете читать быстрее. И вот, если будет желание замедляться, никто, как говорится, не насилует, и можно это делать. Главное четко осознавать. Вы знаете, вот такой вот момент хочу озвучить. Очень часто у меня, вот несколько раз такой вопрос задавали. Люди говорят, я стремлюсь к саморазвитию. Очень часто, чтобы время не терять, в метро езжу, читаю книжки. Читаю, и получается так, что вроде читал-читал, потом ничего не помню из того, что читал. Я спрашиваю, цель какая? Ну как какая? Я, говорит, хочу быстрее приехать. Говорит, что время зря не терять. Вот, читаю эти книжки, ну, говорит, хочу побыстрее добраться там, куда я еду. Я говорю, так цель какая? Получается читать и запоминать, либо быстрее приехать. Вот у человека стоит неосознанная цель быстрее приезжать, и он потом удивляется, почему у него ничего не запоминается. Так что с текстами у нас так и происходит. Если мы читаем художественную литературу и понимаем, что вот нам нравится книжка, нравится автор, мы хотим наслаждаться и отдыхать. Пожалуйста. Лежим, читаем и балдеем, так сказать. Вот, цель понятна. Если мы читаем и понимаем, что это нам для обучения, опять же, да, это для обучения, мы понимаем, вот тут у нас можно ускориться, тут замедлиться. В любом случае, да, вот, чтобы мы осознавали, для чего мы это делаем. Сколько времени нужно на формирование навыков скорочтения? Вот четкого критерия нет. Вот пресловутые 21 день на вот формирование навыка, а потом еще 21 день для, скажем так, его закрепления, это все от лукавого, так сказать. Вот есть такой миф, и очень многие его придерживаются. На самом деле таких, скажем так, научных доказательств вот этим словам нет. У каждого человека вот по-своему идет. Вот скажу из практики, что некоторым действительно достаточно 21 дня, даже чуть меньше бывает достаточно. Некоторым намного больше требуется времени. Однозначно могу сказать следующее, что в течение вот первого месяца тренировок результаты колоссальны. Минимум вот что, чего вы достигнете, это в 2, где-то 2,5-3 раза будет увеличена и скорость, и качество вашего чтения. Это вот минимум, то, что вы можете получить на выходе после тренинга. Сколько занятий у вас на лагерь? У нас, получается, вот в двух форматах идет занятие. Ну, получается, вот ближайшее, что идет, у нас будет 3 субботы. 3 субботы, и они полностью с 10 до 17 часов. Вот, а если более длительный вариант, у нас есть еще вечерние группы, там, получается, 6 занятий по 3 часа. Вечерненько с какими-то? Обычно, ну, где-то с полседьмого до полдесятого. Вот так вот. Вот знаете, по-разному, по-разному. Тут уже, да, кто работает, знаете, по-разному. Ну, опять же, вот, и там, и там результаты хорошие. В любом случае, вот смотрите, на занятиях мы занимаемся, а дома придется выполнять домашние задания. Домашние задания, однозначно, оно будет. Сколько по времени? У всех по-разному. Минимум это полчаса. Полчаса. А что у вас сейчас полный? Тут надо спросить. Вот, честно говоря, да, я не знаю. А вебинар, кстати, есть, да, эта форма тоже? Да, у нас есть и вебинар, и вот слушатели. Имеется везут. Также я вот, допустим, онлайн приходите, а через... Да, да. В любом случае, запись у нас идет, да, и потом ее можно посмотреть. Ну, опять же, по времени смотрите. Если время позволяет, живое намного лучше. Потому что у нас, когда живая идет группа, мы очень много делаем упражнений в паре. В паре, в группах. И тут уже вот, хочешь, не хочешь, тренировка будет, прокачка очень сильная. А вот вопрос по упражнению для глаз. Есть такое упражнение, парень? Да, тоже можно. Смотрите, вы когда прочитали, вот что-то там достаточно долго читали, и чувствуете, что хочется глазам отдохнуть. Можно сначала поморгать, поморгать, опять же, там зажмурить и распахнуть. Потом растереть ладошки. И вот таким образом, когда вот, ну вот таким образом, мы накладываем глаза, закрытые сначала, на глаза, чтобы у нас не попадал свет. Посидели какое-то время, ладошки теплые должны быть в это время. Посидели немножко, и потом вот в этом положении, опять же, открываем глаза. Открываем глаза, и у нас тепло. С ладоней вот идет глазное яблоко. Очень приятное ощущение. Вот. Растираем, но чтобы вот такие теплые, горячие. Можно после текста, в общем, доставления глаз. Да, да. Очень хорошо работает, и вот в том числе, да, после чтения и просто так, да, для того, чтобы глаза у нас отдыхали. Какие еще вопросы? Очень красиво. Какие вопросы? Так, ну, что еще могу рассказать? Значит, как долго? Вот часто мне задают вопросы. Вот, если я сейчас интенсивно читаю, допустим, у меня формируется определенный навык, а потом, вот, потом не будет ли у меня возврат назад? Нет, полностью назад вернуться уже невозможно. При всем раскладе. Возможно, когда вы читаете интенсивно, скорость, она все равно разгоняется, немножко будете меньше читать, возможно, чуть-чуть будет медленно, но полностью вернуться назад невозможно будет. Потому что у вас сформируется привычка читать, в принципе, по-другому, по-другому, чем вы это делаете в данный момент. И вернуться уже никак не получится. Вот. За время тренинга, вот смотрите, мы тренируемся, у нас рабочие тетради разработаны, будет даваться материал на проработку домашнего задания. И параллельно, опять же, можно пробовать на той литературе, которая нужна вам для жизни, для работы, просто там для развлечения, что вы читаете. Вы будете пробовать и на наших материалах, будете пробовать на своих, смотреть, как это работает, и, опять же, по чуть-чуть все это встраивать в свою жизнь. Потому что наши тексты – это хорошо, все, что нужно, правильно, для своих каких-то задач, для своих каких-то целей. Так. А вы скажите, трехдневный курс, он только по субботу проходит? Ну, вот, как правило, да. Да, как правило, да. Вот по субботам с 10, получается, до 17. Если, например, в ближайшие курсы я не смогу попасть, то есть потом следующий курс будет, когда? Спрашивайте, потому что вот сейчас вот они добавляют в расписание вот наш учебный отдел, может быть, когда угодно. И вот спросите, точно скажут. В том числе и вечерние группы тоже может вот такое, что раз, организовалось. Нет. Получается, вечерние, как правило, через день. Ну, примерно три занятия у нас на неделе. Там, допустим, понедельник, среда, четверг, или там понедельник, вторник, пятница. Ну, вот как-то так. Вот. Обычно как бы через день идет работа. И так, и так хорошо. Ну, знаете, бывает так, что когда по субботам, даже, наверное, лучше, потому что у вас много самостоятельной работы. Опять же, это так, я по-своему. А многие говорят наоборот, что, допустим, я через день прихожу, домашнее задание выполнил, я опять пришел вот здесь, зарядился, и день еще дома поработал. Вот как так работает. Так что... После работы, наверное, все. День на компьютере. Ну, тут, да, есть свои нюансы вечерней группы, да, потому что там идет все-таки такая, знаете, интенсивная мозговая активность. По усталости, опять же, по интенсивности курс очень интенсивный, и очень много мы успеваем сделать за это время. Но занятия проходят вот это время, что вот за время дня, оно пролетает очень незаметно, да, что оно раз, и уже мы идем на перерыв, там, кушать идем. Потом раз, и уже все, и все закончилось. Что очень быстро пролетает. Что еще хотелось бы? Хотелось бы еще вас понять. То есть вот скорость у вас увеличится, но это не будет ущерб внимания. Наоборот, мы будем... Вот смотрите, на первом этапе, да, у нас немножко качество упадет, потому что у нас идет вот наращивание. Первый этап – это наращивание скорости. Там неизбежно получается либо скорость, либо мы над качеством работаем. Это вот первый день, вот неделю вы работаете на скорость, со второго уже занятия мы уже подтягиваем качество. А то есть внутри три субботы поднимается, потом нужно будет что-то делать, да, что-то происходит? И между субботами вам нужно будет делать. Нет, 20 дней, ну, это вот так условно. То есть вот мы отключились, а потом, чтобы это все дальше... Нет, там уже, смотрите, вы для себя определяетесь. По жизни вот что-то же вы читаете, смотрите, просто вот то, что вы изучаете свою литературу, вы просто читаете и применяете. Бывает так, что, знаете, вот достиг какого-то уровня, допустим, увеличил в два, там, в три раза, уже сократилось время. И думается, и так у меня уже намного лучше, чем было несколько недель назад. Просто, допустим, вы, ну, в своем темпе идете. Если есть желание расти дальше, вы просто интенсивненько продолжаете делать эти упражнения, интенсивно. Если нет желания расти очень сильно, просто читайте, делайте и применяйте эти методики, которые для своей работы вот в комфортном режиме. А если желание есть все-таки расти вверх, то тут просто поинтенсивнее. Еще одно вопрос. Скажите, вот что-таки вот в рамках вот этого скорочтения метода возможно, в принципе, концентрация на том-то месте сознания. Не просто как скорочтение, а просто. Да. Потому что, например, у меня вот некоторые вот есть сомнения, что все-таки вот этот вот метод скорочтения, он как-то, ну, Смотрите, я вас поняла, что вы хотели спросить. Смотрите, мы будем работать потом, очень много будем работать над выделением ключевых слов и формулирования главных мыслей. Мы будем видеть структуру текста. Вот у нас структура текста, да, вот текст разбит на определенные абзацы. И автор не зря делит текст на абзацы. Как правило, один абзац – это одна главная мысль в абзаце. Неважно, какого размера, он может быть маленький, может быть вот такой вот абзац. Ну, вот что-то важное там одно, все остальное оно как-то либо дополняет, либо какой-то вывод делает, ну, в общем, как-то вокруг да около. Наша задача – видеть вот это важное главное в этом абзаце, в этой единице текста. И мы с этим будем работать. Сначала будем с ручкой. Да, обязательно, да, мы работаем с ключевыми словами. Вы будете это делать карандашиком с ручкой, прям выделять, самостоятельно дома будете отрабатывать. А потом наша задача – все это по ходу чтения выявлять вот это вот все ключевое. Ну, да, эти методики, да, вот жаль, что они не даются. Вот видите, система нашего образования, что они не даются в школах. Да, это очень печально, это очень печально. Вы знаете, очень часто на занятия приходят школьники, можно давать эти методики примерно с 14 лет, потому что там формируются свои. Но это где-то с мнемотехникой, да? У нас в мнемотехнике будут определенные методы, да, я даю. Но вот по мнемотехнике у нас свой курс, мы его уже опробировали, запустится вот скоро, уже в расписание поставят. В разведку можно будет, если запоминать. Мозги точно не пойдут, но запоминать можно безгранично много. Я смотрела у него методики. Какой возраст? Ну, он давно ходил, он, кстати, 14 лет. Вот, когда я посмотрела методичку, у меня прям, ну, не знаю, для него это было, но он помогло, кстати, он читает, вообще-то вот, застрелился. Знаете, тут, опять же, куда ходил, какой центр? Тут вот мы можем прокомментировать просто, вот, что именно. Вот смотрите, опять же, как это правильно подается, вот, все, вот, все эти методы, они идут через фантазию, да, вот у нас очень сильное воображение работает, когда методики различные по памяти отрабатываются. С детьми, конечно, нужно поаккуратнее с этим все. Ну, смотреть, вот, что у него там с фантазией, что там с воображением работает, какие вот у него ассоциации возникают. Если, скажем так, все нормально, то работать можно. Крыша не едет, однозначно. Результат, да. Видите, главное, что он был. И вот на скорочтение у нас с 14 лет можно приходить детям. Раньше не нужно, потому что очень многие вещи, они даже не поймут, как это делается. Ну, вот, как правило, когда курс начинается, у нас бывает несколько школьников. И вот, скажем так, 15-16, 14 не было, но 15-16 специалисты, дети приходили. И очень они интенсивно занимаются. И потому что в школе все равно приходится много читать. И очень многие взрослые, да, смотрят прям с таким, ну, знаете, как вот, ну как это вот, вот дитё сидит, у него получается. Ну, да, разгоняются, очень хорошо получается. В школе помогает. Потому что, хочешь, не хочешь, сейчас очень много задают, да, в школе. И тут работает хорошо. Очень интересно, спасибо. Спасибо вам за работу, да. Всего доброго. Всего доброго. Буду рада видеться. До свидания. Применима. Есть у нас методики, да, по иностранным словам. До свидания. Конечно, да. Вот можно, да, вот поговорить. Опять же, в своё время скажите, что вот вы уезжаете, хотелось бы там, допустим, на другое время. Всего доброго. До свидания. Можно ручку? Вот, да. Пишет, должна. Ага, спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Совершенно. Вы знаете, да, так вот получается, что не останавливаюсь однозначно, да. Вот приходится читать, вот что-то, да, вот делаю. Останавливаться. Сами вообще вопрос. Ну, я не могу. Задачу, да, задачу-то себе ставлю, вот сейчас даже на данном этапе, вот иногда бывает, что я читаю какую-то книжку, ну, знаете, грешу иногда, там, детективчики, люблю её почитать. Но я, допустим, понимаю, что у меня это идёт сейчас тренировка, допустим, вот это я там развлекалась, там что-то делала, а сейчас думаю, прочитаю вот ради, допустим, тренировки. Я понимаю, что у меня, допустим, книжечка небольшая, там, купила я, и я ставлю себе задачу, хочу прочитать её меньше, чем за час. Она, допустим, толстенькая, вот, мозг пластичный, и я её, да, правильно, задача поставлена, опять же, всё же методики ему применять, так что, да, да. Это вот такая художественная литература, она не художественная, это ещё проще получается. И всё, законы, да, если вы понимаете, что для вас важная информация, опять же, рабочие какие-то моменты, тут мы для себя решаем, что тут надо вникать и аналитически читать. Замедляемся, читаем правильное мнение. Опять же, с помощью наших вот этих методик в любом случае всё равно быстрее мы получаем. А потом оставить какие-то книги там можно? Да, что можно, да, что можно там дополнить, всё, да. Да, скажу, что работает, что не работает, потому что однозначно на рынке сейчас очень много всего, и, знаете, вот, до свидания. Некоторые вещи просто мозг человеку запудривает, и он время тратит, а результат какой? Результата нет. И тут важно, конечно, чтобы время не тратилось, и всё-таки мы работали на рисунок. У нас просто на работе приходила такая девушка, которая прям вот такие, мы этим посадили всех за стол, тоже всем сказали, что всё, здорово, читать начнете сразу всех. Я так вот посмотрела, думаю, сразу же все начали читать, что ли? Никто не применил, а потом сказали, зачем деньги потратили просто. Нет, ну тут, конечно, объективно, да, я иногда тоже, знаете, поражаю, что, там, читаю иногда, YouTube смотрю, или ещё что-то там, что 100 тысяч знаков, ну что вы рассказываете, на какие 100 тысяч знаков, да, это же утопия. Наш глаз даже не способен, понимаете, так двигаться и вообще что-то ухватывать, да, 100 тысяч знаков. Это, понимаете, это так вот, перелистывать. Я таких людей не встречала, вот честно, когда, знаете, вот это обманывать нельзя, да. Понятно. Спасибо большое. Буду рада видеть. Ладно. Всего доброго. До свидания.